Друзья, я рад вас всех приветствовать на канале Esquerda of Rod. С вами Константин и мы находимся на седьмом финальном этапе чемпионата Краснодарского края по трофе спринту. У меня тут Рома пытается убежать, но нет, я его поймал. Это тот самый парень, который полетит в Малайзию совсем скоро и будет выступать, штурманить Ниву КБР. Вот, мы сегодня находимся в станице Воронежской. Трасса здесь сегодня лютейшая, погода отличная, кворум просто бешеный. Давайте сейчас быстро пробегусь, потому что реально очень много машин, сильно зацикливаться не буду, но что-то расскажу, есть интересные моменты. Так, я нашел шутку экипаж и хочу вам кое-что презентовать. В инстаграме, ну, в нелезиограмме залетело одно видео, которое набрало почти 8 миллионов просмотров и там очень много комментариев про то, что в этой машине не родной движок. Это та же самая машина в том же самом конфигурации. И, смотрите, Нива мотор без турбин, просто на дросселе шноркель. Все, вверху генератор с водяным охлаждением, который, ну, не забивается, да, не открытый. И все на обычных ручейковых, ой, ручейковых, кленовых получается, ремнях, радиатор сверху. Вот и все. Так что, шилка как есть. Ну, а видос можете посмотреть по ссылочке в описании, как она заезжает на горку. КБР-07 сейчас ездят на подменном автомобиле, так как свою машину в контейнеры отправили в Малайзию для участия в РФСИ Гранд Финал. Так, это у нас бульдоги, рамзиками. Гратос. Как помните, дебютная гонка была на том этапе. Неудачный старт был у парней, они сели сразу в первом препятствии и не финишировали. Посмотрим, как поедут сегодня. Машина визуально очень хорошо собрана на каркасе, на ковшах. Очень интересные колеса, лакейся, маломерочки, красивые легкие диски. Так, УАЗики лютые. Все это мы знаем. Армавирская машина в ПРУ нас участвует, не знаю. Франкенштейн, тут Лайбом, отчеты. Танкист. Хотел сказать Зебра, но нет, это не Зебра. Кстати, Зебра тоже где-то должна быть. Так, кто кого видит из новенького. Богатырь Тойота приехала. Это штурман Вова со своим отцом выступает и в ЮФО. Выступали уже, ну, несколько лет на этом автомобиле и едут прям отлично в категории К-Стандарт ПРО. Так, как я и не ошибся, вот местный автомобиль из Воронежской. Белая Нива с флагом. И еще интересная информация. А какая-то из этих двух машин, по-моему, синяя, если я не ошибаюсь. Сегодня участвует полностью женский экипаж. Впервые в чемпионате края. Ну, на моей памяти, давайте так, за последние пять лет участвуют девочки. Очень круто, круто. Лобинск, вам респект, вы капитальные красавчики. Так, Нива Люцифер, Сашка из Дядьковской. Красный автомобиль, не помню откуда, честно, невозможно все запомнить. И тут стоит у нас Майкоп. Крутит гайки. Вон он, ЧПшник на новом моторе. Что, Юрка, как дела? Там только новое масло и все. А, только и вкладыши. И фары протерли, и все. Как дела? Настрой? Боевой. Желтую фару протер? Протер, вижу, все. Конечно. Что-то, по-моему, поменялось, не? Покрасили просто. А, все, просто покрасили и машина преобразилась. А, перло поменяли. Ну, это незаметно, ладно. Отпустим. В общем, псих у вас. Сейчас на каком чемпионате месте идешь? Пока первое. Пока первое. Но сегодня есть вариант, что могут отобрать. Есть вариант? Да. Вет может забрать у меня его. Вет может забрать. Так что сегодня псих будет сегодня ехать. Смотрите, кого я нашел. Суетолог, блядь. Что-то уже творит. То есть дома времени не было, да? Брат, это мы так. Что? Я дно смазываю маслом, чтобы мы скользили лучше, чтобы на якоре хорошо шли. А я думал, наклейку клеишь, когда перевернетесь, чтобы у вас заметно было, что это тоже суетолог, блядь. Я его на том же этапе случайно назвал суетологом. Ему прям понравилось и залетело. Вот. Ну, крыло он не выпрямлял. Шноркель, я думаю, почистил. На изоленте держится отлично. А, это для камеры. Я думал, на изоленте. Кто знает, зачем так делают? Зачем поднимают? Пишите в комментариях. Вот. Ну, конечно, немножко он ее прям покоцал. Раньше она прям ровненькая. Такая была прям. Сейчас уже имеются следы эксплуатации в гоночных условиях. Ну, и как вы помните, восьмиклоп, шестнарь, шестнарь, восьмиклоп, шестнарь, мафия СБР, не знаю. Наверное, восьмиклоп. Итак, категория стандарт, кстати, осетинская машина Мурка у нас появилась очень похожа на Ейск. Черно с красной полоской. Будем как-то отличать, не знаю. И вот про что я говорил. Девчонки, привет! Здорово! Передавайте привет всем. Сидите, Гаяна, Гаяна. Отлично. Нам нужно пойти одиннадцатый. Одиннадцатый? Да. Он десятый. Да, Гарин включил? Да, она. Все, молодцы. Я тебе скажу, стой пока. А, я не знаю. Сейчас я тебе скажу. Все, сейчас пацаны порешают. Может, я переживаю? Короче, я понял. Вы решили бухать приезжать, да? Трезвые! А девчонки должны за вас отдуваться теперь. Молодцы. Нормально. Категорию стандарт открывает у нас черная Нива с офигенскими номерами. Баловка. Баловка очень быстро. Очень быстро. Мурка. Неплохой темп. Только вернулись с обхода. Сейчас будем потихоньку с вами вместе идти и изучать трассу. Я тоже на ней не был. Собака. Молодяга в том году взял первое место. Насколько я помню. Абинск. Лабинск. Лабинск. Очень красивая. Спортивная. Красная значит спортивная. Гоночная. Вернский. Выпил опередачу или по раздатку. Погнул. Поехал дальше. Иейские пацаны. Черная Нива с красными полосками. Сегодня финальный этап. Значит можно в целом уже ехать на все бабки. Лайба. Категория стандарт. Немножко какие-то проблемки. Подтравивает что ли. Подчихивает. Я оторвал слушатель. Уже. Первый точек. Сашка. Дядьковская. Люцифер. Спокойно. Три двое. Три троечки. Гараж 93. Акула. Очень большой кворум. Слышу, что кто-то проехал уже первый круг. Здесь у нас Слепыш. Баг Староминская. И преследует его уже бродяга. Сделавший первый круг. Следом едет. Получается бродяга обогнал. Ну давайте посмотрим, как у нас едут девчули. А девчули-то у нас. Свои уже. Свои мне. Долго боролась. Долго боролась. Пацаны кое-как их объехали. Очень длинная трасса. Огромные перегоны. Ох, хорош. Скользко. Белуга. И штурманом у нее ведущий всего чемпионата Бижан. Лайба очень быстро прошла круг. Очень быстро. А, это Люцифер, извините. Похожие, похожие машины просто цветом. Похожие машины просто цветом. 进ная трасса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спокойно стали спускаться... Там появились трамплинчики... Продолжение следует... Спортивная... Хороший темп имеет... Завязывает борьбу... Люциферу... Но кто-то из них троит... Никого не видит... Кто-нибудь еще ездит по трассе... Все ездят, братан... Все... Очень жестко спустилась лайба... Но мы-то с вами знаем... Что лайба еще и в про может поехать... Еще и на тумбочку подняться... Машины все грязнее и грязнее... Значит, где-то есть лужа... А если есть лужа... Значит, надо ее найти... Так, чтобы он... Этот пр ents ochrea... Отбол Dinkel Ausd Revlon.... Ура! STEM Все insects выйдут... ВСК ВСК Syd that wait... Все они не убежали... Перен 답... bo Rosen plant... Ура! Постоянُ Снижено телефон... Вы 스�ены... от filmmaker О, Вова! А, порвал редуктор. Ну, это дисквал, потому что помогли зрители, но... Так, у нас на одном участке два схода, 89-й номер, порвал передний редуктор, спортивная, села что ли, или застряли, ну, песок рыхлый, очень, накопали, либо поломка. Только скоростя, только ходами заходить. Все, 89-й, Лайба покидает трассу, это технический сход. И еще один сход у нас, Белая Нива, по-моему, из Условицкого. Аккуратно! Тоже передка нету, но это сразу проблемы. Главное не закапываться. Главное не закапываться. Без костюма. Главное не закапываться. Повезло Максу, что здесь мягенько. Что случилось? Бензин Бензин? Не качаю Это плохо Такое случается И еще одни лентяйни, которые не хотят финишировать Ох, вот это копали, хоть Джека нету, да? Так, руками тут копать надо Лучше выпить погульмы Нормально Красиво Мост висит Нива в низинке Эвакуация будет сейчас долгая Слепыш обогнал девчонок А песочек-то разрыли Прям Сильно Девчонки Не сдаются, рубятся Газу-газу-газу-газу-газу-газу Газу-газу-газу Нормально Девчонки на метле это нормально, это их стихия Так что поэтому едут Итак, категория стандарт Заканчивает свое выступление Очень много технических входов Как-то держались, держались всю гонку Ехали-ехали И потом одновременно все поломались УАЗик застрял Ну, встал Оскар застрял Лайба там тоже из-за поломок встала Ну, в общем, как-то Оп-оп Там доезжают еще последние экипажи Вот Ждем тогда эвакуацию Из леса Автомобилей И готовимся к стандарт-про Там будет немножко другая трасса Еще хотел Очень сильно вас всех душевно поблагодарить За обратную связь Под последними видео Где я спросил Откуда вы нас смотрите С какого города Или может страны И там такая географика Вся Россия Дальний Восток Казахстан был Турция была Канада была Европа В общем, очень много Всем огромное спасибо Спасибо, что смотрите Спасибо, что рекомендуете друзьям Это для меня очень большая мотивация Категория стандарт Открывает у нас Михаил Адыгея Ножка налили воды Сделали шоу-точку Для зрителей И экипажа Смотрите, как отрабатывает подвеска На новой резине Машина стала лучше ехать Молния Коляга И Байцевский Кабардинский Кабардино-Балкария Два брата Очень хороший темп Итак, Нива из Васюринской Почти местные, пацаны Бачков, кайф Все нормально Покажу, постараюсь все автомобили Потом пойду уже на трассу Тихий автомобиль Из Новороссийска Профит-сервис Прям очень тихо прошел Как электричка Это тоже местная Воронежская машина Зажата Видите, как зажата подвеска Вот у него Если Франкенштейн проехал То у него все отрабатывает И здесь она прям зажата Прям очень жестко Горячие ключевские пацаны Хороший так у них всегда Вся на Иштехно И едет хорошо Пусть Лапинский УАЗик Богатырь Весь на РАДБТРе На Сюнинге И он еще после этой категории Едет и в Туризм Лайт Экипаж Мачете Девушка Штурман Это супружеская пара Уезжаем на Шаман Спокойно преодолевают препятствия Уезжают Едут на, так сказать, выносливость Синяя Нива Шаман Серега Пилот Саня Штурман У партизан из Дяньковской Отлично входят красиво, эффектно В этот первый поворот И уезжают в лес Там длинный-длинный перегон Трасса очень длинная Напомню, 29 экипажей Велес Город Сальск, Ростовская область Постоянный участник в этом году Практично постоянный участник в этом году Чемпионата Краснодарского края Очень хорошо едет всегда Шевинило И лютый А когда он стартовал, я его пропустил Серега из Беслобинска Уходит бочком на первый круг А лютый С первой С французской области И тут же молния с пустым колесом Переднее правое разутая полностью Что же будет делать? Вот это да Ситуация Будут качать Будут качать колесо Лютый уезжает на второй круг Я его как-то пропустил Не знаю, а как Или я уже забыл А, был, был Извините, я что-то... Миша стартует Выходит на гонку Лада Спорт И Шонкинштейн Сокомандник Михаила Арзик Теряет почему-то скорость Но, тем не менее, уезжает КПР Блин, как же жестко Отормаживается для отсечки Записали время И приезжает охотник Серега Белая Нива И с полоской Хороший Армавир выходит на первый круг Обгоняет его КБР Почти в прыжке Очень Красиво Какая гонка Сейчас все 29 автомобиль Ли выйдут на трассу Не знаю, что с молнией будут Серега с хорошим темпом Вот, разогнались Первый круг был прикаточный Но теперь Теперь они Поймали свой темп Серега С Ромой Экспериментальная машина Расскажу потом Когда-нибудь В чем ее эксперимент Но это очень интересно Будет узнать Всем любителям бездорожья Особенно на Нивах Будем следить Лада 4х4 У нее сбоку Так, скорость выросла Итак, сокомандник Из категории стандарт Которая Три тройки Три двойки И очень громкий выхлоп Экипаж Курков Уезжает на свой первый круг Горячие ключевские пацаны Врываются на отсечку А здесь Экипаж Из Есентуков На Тойоте Тоже постоянный участник Постоянно в спринтах Участвует на ЮФО ВСКФО даже заявлялся И Новороссийск Приезжает на отсечку Так, Новороссийск Уезжает на второй круг А здесь у нас экипаж Белая Нива Из ВААА Это горячий ключ Отставить Это горячие ключевские пацаны И бочком залетает А вот это экипаж Танкист И это местный экипаж Из Воронежской О, как же они это красиво делают Вот и богатырь приезжает На свой Заканчивает свой первый круг И уезжает на второй Краснодарский экипаж Краснодарский экипаж Кратар Два удачи этому экипажу Вторая гонка Думаю, будет намного удачнее, чем первая Хотя, есть где посидеть О, вот это фанаты Вот это группа поддержки Это очень круто Там налили водичку И воду растаскивает по всей трассе Что придает определенно эффекта Этой гонки Для зрителей это самое то Экипаж Экипаж Артельская колесница Врывается из стандарта Стандарт ПРО Едут аккуратно Они без блокировок Но им будет сложновато Там Хороший темп Все подняли планку На втором круге Набирают темп Потому что медленно Эта гонка не выигрывается Рамис Город Краснодар Именинник сегодня Очень хороший темп С первого круга Кущевская Следом Мафия Бачком И экипаж Кыш Из Ростовской области По-моему Могу ошибаться Или Волгоград Не знаю Откуда Кыш Напишите, пожалуйста Я не в курсе Буду знать Лютый Ростовская область Следом его догоняет Серега Серега тоже Нет, Серега На первой кругу уезжает Очень много Все, я запутался Я перестаю комментировать Потому что сейчас Наговорю ерунды И это Краснодарский экипаж Назовем его Пиксель, наверное Как его еще назвать Если он в Пикселе весь Потому что нет У пацанов названия На машине А у нас В этом году Появилась очень добрая традиция Что все автомобили Практически Теперь имеют свои имена Ну Это же прекрасно Нам стало проще Их различать И эта машина Без названия Наверное Все-таки Пиксель По-моему Ей подходит Как считаете Так, кто это у нас Так ровно Спокойненько едет Миша его обгоняет Миша знает Кто морковку красит Под землей А вот Стандартная Небоаккуратничая Арзик Промывается На отбивку И КБР Это было опасно Но эффектно Кстати, давно их не было Где-то начали застревать Скорее всего Лобинский экипаж Метла Теперь уже Мужики за рулем Охотник Тоже Очень-очень быстро Там, говорят Где-то трамплин Имеется Сейчас посмотрим Проезд Арзика Все И предлагаю Пойти Сейчас Смотрите Что будет Как он идет Как он идет Я вам уверяю Что скоро У этой машины Не будет лобового Потому что Дворники уже плохо трут А как только перестают Тереть дворники Лобовое Выдавливается ногами А Серега От Осетня Тоже Не жалеет Не жалеем Он хочет на первое место В чемпионате Паш Велес Завис на вот таком пригорке Прям на раздатке Справитесь? Справитесь? Я думаю Да Нашел я Могильничек Курим 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 Ох Здорово Да Смотрите Кто первый сидит Кратос Пошел Да газу а я считаю под эту ситуацию полностью подходят что мальчики в песочнице играю даже в 40 лет почему нет романа кидает варианты все отвергают миша чинится по ходу рабочий цилиндр сцепления забился и сцепление выжато такое бывает вот сейчас тут тут тоже пытаются это тяжело это тяжело так миша завелся передача дойдет но все по машинам сейчас будет писарубка нет нет ну когда уже безвыходно так пошел ларзи Штурманы бегают рядом Все отлично Газу, 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 шаман Рамис А, там много траекторий Пошла жара Вот они все Блэкхантер, кыш Газу, горячий ключ Газу Лютый Газ бросать вообще нельзя Пиксель Ну там белка нарисована, но это ерунда Так, а там некоторые экипажи пока стояли Они застряли Сейчас там УАЗ дернет Дернул какую-то Ниву Тут надо Так, а это наш экспериментальный автомобиль закопан Я долго стоял, смотрел, что это Но это оказалось Серега с Ромой Из Краснодара Пробуют сантраки На 510-х сафарях Абсолютно стандартная Нива Богатырь О, зацепился, вовремя зацепился передний мост Порванный редуктор, видимо И наши пацаны выехали Да не газуй Рома, красавчик Не, Ром! Сзади у него блокировка На два колеса Поэтому лучше Стой, стой! Вот, с трака съехал Да зачем ты копаешь? Да ёб... Миша, давай, Миша, в натяг Ай-ай-ай-ай-ай-ай Назад, Миша, нах... Назад, Миша, нах... Еще, еще Не, не, не Вот так Все, красавчик А зачем, он же переключился тут Ну встань сюда и отгоняй людей Сурово, сурово Он болтает Андрюха, давай качать Плотно сидит Плотно На всех мостах Ситуация неприятная Мы на колесо Наширнулись Сейчас будут снимать Как всегда Самая злая категория Стандарт Про Как в прошлом году Только в другом месте Ну да Там теперь проезжаемо, да, сейчас полегче Там полегче Короче, здесь самая засада Там дальше вот это, что было в прошлом году Сейчас подождем, пока все наберутся И потом всеми экипажами будем опять на руках выносить Ну они в смысле будут выносить Я-то все это просто запечатлею Что все? Мы с одним другом будем чемпионом Девушку, девушку, аккуратно Аккуратно Не, они же подняли О, лопата Была в машине Сто процентов Так, ну я хочу сообщить, что здесь-то траектория В целом открыта, но очень сложная То есть если кто-то сможет вырулиться сюда Так, мачете, выезжай Давай, давай, давай Да зачем, а зачем Давай, попробуй назад чуть-чуть Не, не, все висит Эх, вот это минуточка в ненужный момент Ватчик, ты впечатлен? Длинная трасса, длинная, да? Да, да Для меня это даже не та Это питва за воздух Питва за воздух Так может жилетку надо растить? А, не, нормально Ты похудел, да? Это с утра? Это с утра получаешь? А, нет А, сбросил Красавчик Это целый сезон отбегает Семь этапов Семь этапов Кто еще не подписан Наши люди Ватчик И вконтакте И в цене Ручу все Везде Везде Кстати, да Вот Дмитрий В мире внедорожников Не, ну я надеялся, что они выскочат Дмитрий также канал В мире внедорожников Главный Освещающий Оператор Экипажа Умки С ними на СКФО был Где они первое место заняли Также в Ютьюбе В ВК И еще и Рутюб По-моему Везде Оп, 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 оп Мачете Мачете Вот сюда Да не бросай Попробуй чуть-чуть назад Вот чуть-чуть назад Все Все Красава Красава В жопу И сразу полетел Все Все правильно было Кто помогает Тот первый проезжает Франкенштейн помог И проехал Вальчик Аккуратно Вальчик Ай как Карер Что за люди Да куда ты Зачем ты его останавливаешь Они едут Зачем их останавливать С трассом Это до следующей ошибки И все Смотрите Смотрите На трассе Они сюда могут Еще сейчас поехать Бросит и все Прям хорошенькая такая Только купил Затаналь Потерян Так Нива из Лобинска Без колеса Сашка Все Совсем Стравился Да Чтобы по песку Ездить Получается А Два Три Четыре Такого Никогда не было По-моему Перестарался Немножко Ну на следующий раз Чуть-чуть Хоть 0.1 Оставляй В три Слушай Знаешь что он может сделать Он может так мимо лент проехать Пусть у него лента будет И все Это Это кто? Тим Он только задом может ехать Задом больше 12 А тут выехал Серега С помощью сантраков Выскочили Давай, давай, езжай Да газу дай Все, решили сходить? Сходить решили? Так, пацаны Что поломали? Сцепление Сцепление Это насадская колесница Проблемы с отцеплением До конца гонки минут 10 осталось Чемпионат Краснодарского края Один из самых популярных Не побоюсь этого слова Чемпионатов, кубков В трофиспринте Потому что Кубка Юфония Тут уже второй год практически СКФО в этом году Пять этапов Ну там летом был перерыв Чтобы по-сухому не кататься А вот чемпионат Краснодарского края Имеет Получается 6 локаций И Вот Они мощные Новороссийск проехал Большой кворум И Разнообразие Трасс Глиняные Камышовые Сухие Вот такие вот песчаные Еще один представитель Был блогерского Здрасте Здрасте Усы покрасьте Блогерские Блогеры ходили Снимали А я просто шагомерил Тут расстояние Искал Где машины будут Длинная-длинная трасса Очень длинная трасса Очень длинная трасса Но тем не менее Обязательно посмотрите Подпишитесь на канал Константина И в комментариях Не-не У меня сегодня По меня и так понятно Я сегодня всех Рекомендую Рекламирую Вот Василий что-то Порекомендует нам что-нибудь Василий Порекомендую Энергетика выпить Энергетика Чтобы сделать Я думал ты скажешь Надо было дома оставаться Отход от этой трассы Василий Не рекомендую Колеса широкие на этой трассе Не рекомендуешь Рекомендую А то есть твои все здесь Будут проваливаться Да Не для них Не для них Не договорил Толик канал Шекспирт Это какие документальные Прям обзоры Всех этапов ЮФО Ну в смысле ЧКК СКФО Ушел вдаль Скрылся Так и не договорил Я с ним А шел я сюда Вот для чего Чтобы показать Машину Михаила Адыгеи Михаил На первом круге Пошел тут Как помните Длинный-длинный Перегон Вот там с деревом Потом сюда поворот Я уж не знаю Как тут залетел Миша Тут дверь порвал Ну Я думаю Так как скорости большие Они были привязаны Все было хорошо Ну в смысле С экипажем Все хорошо Машина Конечно Пострадала Прилично Но как будто Пострадала Только Листва Потому что Лонжерон Как бы на месте Ну тяги там Пострадали Но лонжерон на месте Поговорил С маршалом Оказывается Михаил На перегоне Ехал Прыгал И у него В моменте Я так понимаю Либо маятник Либо рулевая тяга Оторвалась Колеса сошлись Ну как Треугольником И он Не смог Войти в поворот И уехал в дерево Случайно Виталик Нивовед В итоговом зачете Сейчас второй Есть вариант Обогнать Психа Все зависит От сегодняшней гонки Виталик Первым В Туризм Лайт Уезжает На первый круг Вторая Нива В гонку Уезжает Фокс 4х4 Чикаго Буллс Кстати Вет тоже Из Фоксов Местные Здесь Нива Нива на шестнаре Нива Феникс Адлер Илюха Поехал Как будто Смотрите Смотрите Как зажата подвеска Видели Как она прыгает А это Есть нехорошо Подвеска Должна Отрабатывать А не прыгать Юра Психа Смотрите Смотрите Какой темп Капот Открытый Юра Ёпта На данный момент Первый В чемпионской Ну в итоговой Таблице По всем Этапов Как вы думаете Нужно Представлять Эту машину Или нет А Вот он Мощный Боком Даже Ровно Едет Зачем Ты это Делаешь Суетолог Давид Ива Адлер Еще один Адыгейский Экипаж УАЗ Остап Ну и Как я понимаю Заключительный У нас Туризм Лайт Это Кракозябра Дагомысл В Сочи На Шеснаре Орут Уезжает На первый Круг Дагомысл Дагомысл Походи Ты объедешь Да Там Первым У нас По препятствиям Приезжает Чикаго Булж И уезжает Ничего себе Дагомысл 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 Так Я нашел Две Нивы Три Нивы УАЗ Феникс Ивет Уезжает Вет Напомню Стартовал Первый Работает Якорь Очень аккуратно Прижался Давид Помешал ему Юра Если бы не Юра Выехал бы Вообще Не ударил Аккуратно Пригнал Давай вот здесь И в середину В середину В середину В середину В середину Вся Плохо 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 И в середину Ты Стартовал К подъезжает белка так у всех проблемки у давида что-то с лебедкой то ли много размотал не открылась дверь кто-то у монаса не заводится что-то оторвался проводок какой-то искрит стартер а за свое да белка опережает вот мы тускай стенам просидели всю гонку иллюха видит новую траекторию ветвь выезжает оставь сидит пола иллюха сам красавь чикаго был стоит вот я ковык вот там колья вот видишь вот подожди подожди лапочки вот и новая траектория так это у нас кракозябра закопался конкретно самурай а он за него лебедится нет не получается якорь может похоронил в чем проблема просто крути за просто машина висит я бы пробовал назад лебедить сорвать ее с этой точки и переехать в другое место давиду подсказали траекторию неплохо сашка саня чё ты в дорогу не лебедишь все писал все писал а вот у вета зацепился а это белка это белка отлично тоже неплохая траектория не выкорчевал куст мы тут с костяном в том году висели я вот эти все кусты просто повалил и а и и и и и Поехали! Песочек. Что, назад будете пробовать? Назад будете пробовать? Вообще? То есть не включается? Плохо? Плохо. Без лебедки тут беда. Пошли! Давай-давай-давай! Ассаб В прямом смысле снова делает ход конем буквой Г. И лебедица просто на 90 градусов. За дерево. В Чикаго Бут так хорошо прошли первый круг и так жестко встали на втором. Чикаго Буллс использует блок. Своей же лебедкой. То есть лебедка вот здесь вот закреплена. Уходит туда. Размотана в два раза. Вот. Всё доставано. И мой будет здесь. Слышишь? У вас работает? Да туда не пахнет. Да дерево. С удлинителем. Тут мой доставано. Что-то тоже с лебедкой. Вот так проверить. Залк немножко ныряет. Ну псих уже знает траекторию. А вето нет. Ну Сашка сорвал машину. Сантиметров на десять она ушла. Ну так на крышах. Блоку переднюю, подруби передок. Остап размотал все удлинители и зацепился вон за то дерево. Сема, отходи, он лопнуть может. Сема, пошла машина. Гомонас тоже выезжает. Есть, дернул. Помогай колеса. Идет, идет, идет. Все, есть. Кто посоветовал за дерево? Костик. Костик молодец. И Остап молодец. Сашке очень много советует. Он не понимает, что делать. Потому что ему одно, второе, третье, пятое советуют. И мысли путаются, когда такое. Попробуем. Получается, у нас тут только остается кракозябра. Все. Удлинитель Т плюс. Это очень хорошая, удобная штука. Мы победили. Где-то подарили нам. Он за нам спасибо. Вот, вот где-то подарили. Т плюс всегда. Даже такой маленький тросик, удлинитель, выдерживает такие нагрузки. Ух ты ж. Этот дурачок может. Прижми его правее. А передок не работает. самурай воткнулся порвал передок закрыл хорошую траекторию давид готовится лебедиться сразу а он хочет помочь а руту достать есть самурай на заднем приводе выехал назад и что же будет делать так давид красавчик помогается команднику красавчик мужчина мужской поступок саня лебедит сейчас могут положить макс колеса макс колеса не слышит колеса надо в другую сторону вывернуть чтобы он туда уезжал так белка выезжает там еще пружина вылетела так приезжает илюха траекторию он знает но она закрыта может а заработала морда все я же говорил раздатку просто не подключил дорог правее правее все пошел зачем что ну все тут теперь стали все проезжать надо идти на другое препятствие что орут машину за убери что не заводит что-то решают один помог другому деле хотят чтобы этот помог так юра пока завелась до 6 но он бывает дымит да не пахнет масло по-другому а а а а а а а а а чё они боятся а 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 и и а а а у а и а а а я провели я там манасик манасик русланчик подъезжает спокойно очень неприятные звуки спереди но это не помеха давай так вот так смотри одино уазики прилипли здесь и и и и Ура, ты лучший! Стаб плотно сидит, машина не заведена, Юра выехал, Манас лебедится с заблокированными колесами со всеми, непонятно. Блин, вроде чуть-чуть зацепил, а так помял. Проверь, Маш, ты не правее? Правее, по самой правой. Орут, орут! Не вариант, братан. Нет, там видел, как он затормозил? Блин, ну так вообще хорошо они пошли. Куда Саня цепляет? Найдем. Куда? Роспакалка. Роспакалка. Куда? Роспакалка. Найдем. О, ой! Найдем! Что сегодня Макс творит с Адкой? Там Толик стоит, снимает, вон, вот и шестнарь, нету низов, он не может, Остап опять заглох и не получается. Опять порвался, что у Остапа с тросом? Он просто рвался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, правильно слушать штурмана. Он подсказал, как надо ехать. И они сейчас своим ходом... О-хо-хо-хо! Вот, нужно слушать штурмана. Красавчик! Красавчик! Знаешь, почему? У меня нет стояга. Он немного позорится, да? А, шалей. Вот это траектория. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он выйдет! А вот тут уже мост не сработал. Видишь? Направо поворачивай. Да, сильнее, сильнее. Ну, почти. Но тут мост хуже сработал. Там мост и поработал. Вот вся проблема этого сезона, то, что не убирает машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, все! А, нет? Но он тяжелее. Красивый. Так, Юра выходит на лебедки, так же, как и Виталик. Все по-прежнему. Очень насыщенные, очень длинные трассы. Это интересно. Это интересно для участников. А вот для блогеров, операторов и зрителей это кромешный ад. Потому что машины все растянулись. Ты приходишь к одной луже? Одна машина. Идешь к другой луже? Одна машина. И больше никого нету. Вот где их искать? Не знаю. Пойду на звук куда-то. Еще хочу предупредить. Как вы видите, уже солнышко стремится к горизонту. А у нас еще туризму катать и катать лайту. Так что Нива открытая. Сегодня будет видео под фонариками. Это будет не очень смотрибельно. Но я постараюсь что-то вам донести, показать. А там как получится. Заранее извиняюсь. Чикаго Булк. Давай, Сашка. Сам сделал трассу, сам мучайся. Самые внимательные зрители знают, почему Макс так газует. Там сухо. Был бы чуть-чуть побольше клиренс, можно было бы своим ходом проезжать. Дольше лебедку разматывал, чем выезжал, если честно. Что за лебедка у вас? Камаб. Камаб стоит. Восьмидесятая, да? А вот тут где-то была. Я уже растюра, где-то крем, где-то на вокалу. А вот тут я бросил. Что-то в ногах лежало. Я знаю. Мне в ногах тут немного было. Почему? Что не укосило? Давай потом вот сюда его всыпаем. О, православный карбюратор. Ёху. Молчи, не обижай его, он довезет нас все равно. Это сила. Так, все карбюраторщики этого. Давайте, помогайте чинить. Что там делают? Правильно, неправильно? Давай, 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 давай. Понятно вам, Глеб? Там отвертка тихнул, блядь, она завелась. Как это работает? Я не могу. лебедица надо. Тащи, Тащи, Тём. Тёма. Тома. Давай, давай, давай! Стой! Давай! 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 Товарищ суетолог! Было весело, но цепление сказало, я больше не буду работать. Я понял. И от него запашок идет, да. Скажи, ну как тебе в целом трасса финального этапа? Слушай, мы когда пешком прошли, я думал, мы не проедем даже одного или два круга, но на самом деле, честно скажу, она в меру сложная. Есть где порубиться в пару местах. Ребята до сих пор рубятся. Проезжаемо, но такой вот, как раз для туризм-лайта. Мива открытая будет тоже круто, я думаю. В целом, трасса бомба. Длинная езди разогнаться, езди порубиться, песок, все, болото, мочеки, все круто. Ну и в целом, ты первый год в этом спорте, да. И как тебе вот общее ощущение от спринта? Ну, обидно, мы из леса приехали, и знаешь как, вот мы еще неопытные, как бы, спортсмены, да, и у нас категория неопытных спортсменов. В целом, вот эмоции, вот ребята, эмоции, это не передавай. В лесу я таких эмоций не получал. От того, что вот как организовали мастера грязи в сам этап Краснодарского края, то есть, чемпионат, то есть, организация вот этого всего. На высоте болельщики, люди, и ребята все хорошие. Эмоции крутые. К сожалению, не получилось доехать ни разу, как говорится, на полку, но нас здесь запомнили. Мы заявились, как команда, первый год приехали из Сочи, Адлер. Я думаю, ребята остались о нас хорошего мнения и впечатления. На следующий год? На следующий год опять приедем, скорее всего, в эту категорию. Машину доработаем уже по всем мелочам, которые не успели, которые сейчас проявили и выяснили. Я думаю, будем хорошо ездить, уже более интересно. Все, удачи. Спасибо. Давайте. Ставьте лайки Костику. Канал Дома. И подписывайтесь. Нива 83 Адлер. У него тоже свой канал. Он рассказывает по поводу подготовки Нивы. Там много мелочей и также съемка у него есть. Поэтому, Давид, красавчик. Свет, что, как дела? Подмяли тебя немножко? Два раза. На пустом колесике. Три или четыре круга. Хорошо, все, пошел снимать. Все, готовятся, готовятся. КПР, Пальбаро, все. Удачи! Аккуратно. Трасса злая. Лучше спокойно едь и все нормально будет. Все, готовы? Оставка, Симон, иди мы отрываем. Первый отрываем. И по шпупкам подсылаю. Симон, и по зрителям, и по зрителям, и по зрителям. Готовы? Так, зрители, внимание, во время тронки по просе не ходят. Готовы? Все? Поехали. Не-а-а... Не-а-а... Ва-а-а... у Валеры новый штурман Миша ой как хорошо лебедочка там выезжает Умка там тоже любежение Валера поехал а тут подлетает экипаж Шилка нет нет без вариантов самостоятельно выехать может быть другая траектория какая-нибудь Олег в отражающей жилетке очень хорошо причин правильное решение потому что сейчас будет ночь с фонариками молодцы все подготовили что Нива уже стартовать будет на закате дополнительно установили свет как видите Олег отрабатывает быстро от Валера она во второй яме тоже сам не смог выехать пока все чопил ой Могла. Закрыта территория, по которой выезжали предыдущие экипажи. Лёха, ой хорош! У Симона научился. Научился у Симона. Мама уезжает. Здесь хороший грунт. Отлично работает якорь. Всё чётко. Всё чётко. Это было быстро. Это было быстро. Сразу готовится штурман. А всё, намочили, получается, выход. Сейчас он был раньше сухой и колёса ещё цеплялись. Сейчас уже там намочили, вылезали и поэтому нужно выбирать другие траектории. Вроде хорошее, но в то же время... Ой, а чё так нибудь? Сколько подсачек! Оо-о-о-о-о. А чё она так парит? Оо-о-оо-о-о. Оо-о-о-о-о-о. Пачки! Оо-о-оо-о! на машине а он стучит а еще один минус съемки ночью с люстрами то что засвечивают вот так вот сильно по моему загнет не заключительный или заключить нет это crazy frog и заключительная будет белка из туризма light конечно когда не своя машина но немножко сложнее но как вы все знаете зеленая сейчас где-то на корабле в контейнере а тут злая ямка понятное дело что и не могли проехать ой хорошо да как очень хорошо занял траекторию подъезжает у нас белка из туризм light заскочил ну белка догоняет она считаете на минуту позже стартовала поэтому отлично и только что первым первым мимо меня пролетел аватар это очень круто валера молодец это улка сразу преследует валеру почти до конца проезжает а вот это уже шилка со своим боковым освещением хорошо узнавать по свету прям прямо вот прямо вот прямо вот так вдоль борта левого и ну и и и и и и машины поряд потому что вода холодная воздух холодный что такое что такое пушилки проблемы пушилки проблемы с лебедкой не включается экипаж пытается починить пневмороспуск трогают подъезжает гбр это первый круг только сразу взял караза сетку вот это за нургали как всегда шилка на месте проблемы с включением ну ламба тоже плохо работает итак лёха штурман зубастика стоит впереди машины и грозно смотрит на то место откуда должна выходить лебедка и по моему лебедки нету походу порвали ее что ли не лебедятся у шилки по-прежнему проблемы то ли с массой не знаю машина не заведена ситуация а это у нас приезжает белка белка траекторию знает а белка приезжает намного раньше многих экипажей крэйзи фрога мальбора и по моему раздатка или что-то легло за кустами послышался неприятный звук это очень было похоже на раздатку да это кбр и я думаю они будут они первые приехали на второй круг нету ни водлеры ни шилки никого я думаю они будут лебедиться до конца им нужно закончить круг это умка кбр поломался умка получается сейчас обгонит кбр и он первый ого Семен хотел занять траекторию чуть не перевернулся все объехал объехал нургали занял хорошую позицию и сейчас все Симон сел и он по той вот объездке объезжает это все дело вы сидите на тепленьком диванчике с кружечкой чего-нибудь вкусненького съедобненького вам тепло а мне нет я хожу температура опустилась сильно конец октября поэтому прожимайте лайкосик дабы респектнуть мне ух а лучше напишите комментарий я вот гуляю кто-то едет кстати я нашел валеру и у валеры что-то порвано по звуку редуктор тук-тук родной ну ты чё опять порвал чё там его знает или жопа или раздатка не едет да не знаю что это такое ну 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 я это по моему блокировка я такого звука просто не знаю это не раздатка правильно надо просто на газу прочь и валера порвал задний редуктор снова вот старой фишкой воспользовались выключили межось дали газ пола срезали все шестерни чтоб она не мешала не угробила за собой еще раздатку и поехал на передке ну так хотя бы ехать можно ну и я остальных нашел мальборо стоит на песочке сход они спускались там получается на речку по берегу и отсюда выезжают шилка в гонке завелась возвращается шилка трасса очень длинная ребята очень длинная трасса она линейная то есть она от старта идет в одну сторону потом вот разворот и в другую сторону потому что ты без нагрузки накрутил тебе надо первую петлю с нагрузкой накрутить чтобы она сама себя зажала о зацепили пацаны лебедку чтобы она на барабане не скользила просто трос в песке и получается абразив а вы еще и без ремня зарядки красота полный комплект да пацаны не но тут какая бы резина не было тут песок есть песок тем более песок ватный симон даже хочет его залебедить и он очень долго тренировался на барханах поэтому он шарит как тут и чё проскочил грязюку сам без лебедки и теперь выставляется на подъем тут две траектории одна и вторая и примерно одинаковые обе песчаные все и они поехали на ту песочную яму славик что случилось и все да как так а понятно а там стоит крэйзи фрок хорошо стоит качественно глубоко короче не видно но там по зеркало воды видно вот так вот видно вот тут фотосессию пацанов а 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 опять скрипит ремень как будто помпа а а а а друзья ну вот собственно и закончился первый день финального седьмого этапа чемпионата краснодарского края по трофе спринту вот спасибо всем что посмотрели это видео лайк комментарий дизлайк может если вам не понравилось и увидимся через неделю во втором дне там будет категория туризм спорт и экстрим будет интересно потому что очень интересно как эти котлеты на злых колесах тяжелые будут себя ощущать на мягком песке в общем многие пацаны сошли умка скорее всего сделал первое место и там с тремя четырьмя кругами всего вот за полтора часа очень много поломок очень много тех сходов в общем вот такой был первый день было интересно всем добра до новых встреч